Перед каждым выступлением профессиональный спортсмен наносит грим. Это примерно 100-200 грамм. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о бодибилдинге. Здравствуйте, меня зовут Артем Петров. Вы смотрите программу Олимп. Мы начинаем. Бодибилдинг, пожалуй, самый узнаваемый вид спорта в мире. Но согласитесь, если встретить на улице, допустим, футболиста, боксера и легкоатлета, невозможно будет понять, кто из них лучший бомбардир, кто нокаутер или спринтер. А вот когда веришь в фигуру профессионального культуриста, сомнений нет. Этот парень не понаслышке знает, что такое бицепс, трицепс и дефиниция. Такие накаченные люди всегда на виду. Им завидуют, их обсуждают и даже критикуют. Любой из нас сталкивался в повседневной жизни или видел на телеэкране рекламных плакатах, журналах спортсменов-бодибилдеров. Так вот, у некоторых по-прежнему складывается неправильное отношение к этому виду спорта, как к бесполезному занятию, пустой трате времени, денег, бездумному наращиванию мускулатуры. Но на самом же деле за этими огромными мышцами стоит титанический труд, регулярные тренировки и железная воля. Конечно, со времен пика популярности Арнольда Шварценеггера многое изменилось. Главное, это поменялось отношение к бодибилдингу и всем тем, кто выбрал этот сложный план по строительству своего собственного тела. Многие именитые культуристы признаются, что в самом начале карьеры не собирались раскачиваться до фантастических размеров. Но бодибилдинг, оказывается, затягивается страшной силой. С первыми мышцами появляется азарт и желание усовершенствовать результат. Безусловно, объектом стремления любого спортсмена являются соревнования. В бодибилдинге тоже борьба с соперниками, во время которого атлеты испытывают нервное и психологическое напряжение. Более того, это тяжелейшая мышечная работа. На сцене мы видим улыбающихся спортсменов, и нам кажется, что это лишь конкурс красоты. К слову, в художественной гимнастике, фигурном катании и синхронном плавании тоже все выглядит легко и просто. Но мы-то знаем, какой это титанический труд. Но в бодибилдинге основная работа все же происходит за кулисами. Точнее, в спортивных залах. Конечно, я тренируюсь, мне тяжело. Я сижу так же на диетах. Ну, как-то вот мне не так уж сильно это тяжело, наверное, потому что мне это очень-очень сильно нравится. Я вкладываю туда всю свою душу, отдаю все свои силы, поэтому как-то вот так. Ну, так как я расту, как и любая спортсменка, набираю мышечное масло, значит, я перехожу уже в более тяжелую категорию. Я перешла буквально года три назад в категорию вумен-физик, где также я очень хорошо выступаю. Я мастер спорта в сборной Республики Казахстан. Выезжая на международные соревнования, я до сих пор выступаю. В том году я заняла третье место на Арнольд Классик, завоевала бронзу. То есть это мой на сей день пока самый лучший результат. Относительно того, что было и что сейчас есть, мы развиваемся и очень сильно. Очень-очень быстро. Нас знают уже на мировых сценах. То есть наши ребята, девчата, это довольно-таки очень сильная сборная. Мы занимаем призовые места на международных соревнованиях, на таких, как чемпионат мира. То есть мы, например, опять же взять на Арнольд Классик 2016 года, который вот прошел в Гонконге. Мы привезли 13 медалей. То есть из 18 человек, когда туда поехали, 13 медалей. Это вообще очень круто. У нас есть и абсолютные чемпионы в таких номинациях, как дикини, фитнес, бодифитнес, мэнс-физик, бодибилдинг у нас есть. Абсолютный чемпион. Арнольд Классик. Сергей Сергеевич Сергеев, он живет в Алма-Ате. Ну, то есть это вообще очень круто. Вот, поэтому и могу прям вот заверить, да, что мы очень-очень успешно развиваемся. Дело в том, что сейчас все больше молодых людей кардинально меняют свой образ жизни. Вместо ночных клубов и ресторанов проводят свои вечера в тренажерных залах с гантелями и штангой. Благо, бюджетных качалок и элитных фитнес-центров сейчас более чем достаточно. Это, скорее всего, самое модное спортивное увлечение среди населения. То есть я не говорю про бодибилдинг соревновательный. Это чересчур трудно для простого человека. А вот именно, чтобы заняться этим, заняться своим телом, сейчас же так модно. Правильное питание, красивое тело. Везде-везде пестрят рекламы. Составлю программу, составлю диету. То есть это очень модно. И вот как раз-то наш бодибилдинг, он очень сильно помогает людям. Мы со своим опытом, со своим багажом можем предоставить такие услуги, можно сказать, населению, для того, чтобы привести население в порядок. У каждой номинации есть свое позирование. Есть обязательные позы. Есть обязательный регламент по плавкам, либо по купальнику, если это женская категория. Обязательно ты должен быть в гриме. Грим должен быть правильно, правильно нанесен. Обязательные позы. Бодибилдинги их 8 различных. Все должны одинаково позировать. Не должно быть никаких противоречий на сцене между соперниками. Ну, там, каких-то словесных, либо драк там, чем более. Вот, все должно быть культурно, да. Судьи смотрят на пропорции, смотрят на просушенность своего тела. Когда уже два одинаковых спортсменов перед тобой стоит, ну, они оба идеальны, можно так сказать. Судей ищет недостатки. Сейчас в бодибилдинге, как мужском, так и женском, появилось много направлений. Например, мэнс-физик. Это некое сочетание двух направлений бодибилдинга и фитнеса. В мужской фигуре на этих соревнованиях не должно быть много мышечной массы, вздутых жил и увеличенных пропорций. У девушек также появились новые направления строительства тела, такие как бодифитнес и фитнес-бикини. Это номинации, в которых ценится эстетика и пропорциональность. Гармонично слаженное тело, красивые пропорции, обязательно должна быть красота, грация. Ну вот, когда девушка получает результат, она хочет это показать, показать себя. Это очень тяжелый труд, я скажу, нужно прорабатывать себя очень хорошо, прорабатывать свою форму. Жить режимом, спортом, обязательно. Но я вообще человек сцена, я люблю сцену, мне привлекают эти эмоции, то есть когда ты стоишь за кулисами и ты ждешь этот момент, момент всего занимает 5 минут. Но ты так наслаждаешься им, нет такого, что ты не переживаешь. Ты переживаешь, ты волнуешься, но когда ты выходишь на сцену, ты испытываешь такой драйв, адреналин, такой кайф. Полное удовлетворение от того, что вот я это сделала, я это показала и с полным удовольствием уходишь из стены. Пляжный бодибилдинг, парни выступают в шортах, в пляжных шортах по коленам и должны иметь хорошие пропорции. То есть узкая талия, широкие плечи, менее объемные, чем парни с бодибилдинга. Что-то вроде конкурса красоты. Бодибилдинг более дорогой, скажем, чем моя категория. Более трудоемкий. Намного все тяжелее дается. И намного дольше этого достичь, скажем так. Пока что планирую оставаться в своей категории. Меня все устраивает. В принципе, мне больше нравится эстетика. Главным достоинством бодибилдинга считается красивое тело, которое привлекает людей противоположного пола. Это, безусловно, повышает уверенность в себе. А уверенный в себе человек обычно становится успешным и в других делах, не только в спорте. Главное помнить, что тренироваться нужно правильно и желательно под руководством квалифицированного наставника. Ну и, конечно, соблюдать режим дня и диету. Только при продуманном подходе к тренировкам вы будете не только быстро прогрессировать, но и обезопасите себя от травм и других неприятностей. Продолжение следует...